Добрый вечер, в эфире новости на Саха-24 в студии Павел Танин. С 1 января россияне смогут получать пособие за первого ребенка. Напомним, об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей. Пособия будут выплачивать ежемесячно до достижения первенцем возраста полутора лет. Сумма выплаты в среднем по стране составит 10,5 тысяч рублей. Ее размер будет равен прожиточному минимуму в каждом регионе. При этом выплаты будут адресными, то есть получат их не все семьи, а только те, кто в них остро нуждается. Законопроект сегодня утвердили на заседании Совета Федерации. Ранее документ вносили в Госдуму и Нижняя палата его также одобрила. Если оба члена или один член семьи, то трудоспособного возраста будет иметь доход ниже полуторакратного размера прожиточного минимума на трудоспособное население. В республике у нас две зоны. Первая зона – это в основном северные улусы. Если доход трудоспособного члена будет ниже, например, 31 710 рублей, и по второй зоне, это для остальных районов, ниже 25 799, то на ребенка будет назначено пособие до достижения им полутора лет в размере 17 023 рублей. Игорь Борисов подвел итоги уходящего года на предновогодние встречи с народными депутатами, членами правительства, главами муниципальных образований и общественниками. Руководитель региона в очередной раз привел данные статистики, согласно которым на территории Дальневосточного федерального округа республика занимает второе место по вводу жилья. Еще одним достижением Борисов назвал завершение программы по переселению. В подтверждении позитивных изменений в социально-экономическом развитии республики, руководитель региона привел пример решения правительственной комиссии страны о распределении межбюджетных трансферов регионам за достижение наивысших темпов роста налогового потенциала. Якутия признана лидером по всей стране, в связи с чем получит более 2,5 миллиардов рублей из федерального бюджета в качестве гранта. Продолжая социальную тематику, Егор Борисов заверил, что руководством республики будет продолжена работа по повышению заработной платы работников бюджетной сферы. В зоне особого внимания руководства запросы повышения заработной платы. Главное событие – повышение зарплаты работников культурной сферы. Такого давно мы не производили. С 2018 года планируется довести среднюю зарплату под целевым категориям работников до параметров, подтвержденных майскими указанными президентами Российской Федерации. Опережающая темпа обеспечит рост реальной зарплаты на 2,6%. Это произойдет в последние три года впервые. В следующем году в Якутии планируют создать единственную арктическую территорию, опережающую развитие в стране. Полномочный представитель президента России Юрий Трутнев дал согласие на его создание по итогам встречи с азиатско-техоокеанскими инвесторами во Владивостоке. Согласно инвестиционному соглашению, подписанному компаниями «Голдинвест» и «Янолова», подразумевается трехэтапное освоение оловянного месторождения в Усть-Янском районе Якутии. Первый этап подразумевает добычу 500 тонн концентрата, второй – 3000 тонн концентрата, третий этап – 4500 тонн. Конкретное время осуществления трех этапов будет утверждено подписанием дополнительного соглашения. Почти на 13% в Якутии снизилось количество обращений граждан в территориальный фонд ОМС в уходящем году. Всего поступило более 79 тысяч обращений, тогда как в прошлом году в фонд обратилось больше 90 тысяч человек. Вдвое сократилось количество жалоб. Сотрудники надзорной службы проверили тщательную проверку по всем заявлениям. На первом месте оказались жалобы на качество медпомощи, и на втором – проблемы с льготным обеспечением лекарствами. На третьем месте – жалобы по диетологии и этике. Жалоб становится меньше. То есть это говорит о том, что улучшается качество обслуживания медицинских работников. Так и есть, потому что сегодня и улучшается оснащение. Винедряем этику и диетологию. То есть хотим, чтобы действительно между врачом, между пациентами, то есть больными, было хорошее дело. В Валдане сотрудники Росрыболовства вместе с полицейскими проверяют качество рыбы на прилавках. Какие нарушения продавцы допускают чаще всего и где лучше брать рыбу – специалистов узнали наши корреспонденты. Чир, муксон, скундрия, кита, карась, осетр – рыбка на любой самый взыскательный вкус. Продавец свежемороженной рыбы Алик в своем товаре уверен – вся продукция у него свежая. Документы имеются, рыба отвечает всем статьям качества. Проверяющих Алик не боится. Потому что все есть у меня. Санитарное все, все. Я сам откуда Якутску покупаю, полностью документ должен покупать. Специалисты территориального отдела Росрыболовства совместно с сотрудниками полиции проводят очередной плановый рейд по рыбным торговым точкам. В декабре график подобных мероприятий, проводимых представителями контролирующих органов, плотный. В преддверии главного праздника года северная рыба завозится в больших объемах. Должно быть, самое главное, пакет разрешительных документов – это ветеринарное удостоверение на реализацию данной рыбной продукции. Потом договора купли-продажи, где они приобрели эту рыбу. Вплоть до того, в каком месте, то есть в каком районе, то есть добыта рыба по разрешению на добычу вылов рыбы. Летом в результате проверки был зафиксирован факт вылова местной рыбы. Нарушитель заплатил штраф. Наиболее частым нарушением является отсутствие ветеринарного свидетельства. Большинство индивидуальных предпринимателей, торгующих рыбой, требования закона соблюдают. Серьезных нарушений в преддверии праздников, конечно, выявлять не удавалось, потому что весь товар, он, как обычно, со всеми ветеринарными свидетельствами, с лицензиями. Поэтому единственное, остается только проверять и делать какие-то замечания в плане того, чтобы товар хранился определенным образом или там бумаги были при себе. А так, в принципе, без нареканий. Рейды и проверки, проводимые сотрудниками полиции и Росрыболовства, позволяют не только выявить нарушения, но и предупредить таковые. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Залевин, НВК Саха, Алдан. В Вилюйском районе усилят контроль на дорогах в преддверии праздников. На заседании Межведомственной комиссии рассмотрели проблемные вопросы движения в городе, а также по междугородним направлениям. Участники решили проводить усиленную работу по выявлению нелегальных таксистов. Кроме того, с 2018 года Гостехнадзор совместно с ГИБДД и налоговой службой усилят работу в этом направлении. У нас в районе зарегистрировано 65 индивидуальных предпринимателей. Которые зарегистрированы как перевозчики пассажиров. Так, и получено всего 200 решений по району. По перевозке пассажиров основными нарушениями является деятельность без разрешения. Есть нарушения по сфотографической схеме, по эксплуатации машины без предпринимателей и медосмотров. Сегодня во дворце бракосочетания в Якутске презентовали книгу-сборник «Золотые семьи Якутии». Героями стали семьи, которые прожили бок о бок 50 и более лет. Там же организовали выставку и прошло чествование новоиспеченных родителей. Гостями вечера стали герои книги. В столетии органов ЗАГС мы решили своими силами открыть выставку. Она называется «Взгляд сквозь столетия». И сегодня во знаменование столетия органов ЗАГС мы пригласили героев пятого выпуска этой книги. Для того, чтобы презентовать им эту книгу под занавес уходящего года. В Валекминском районе началась подготовка к СС Хуаланхо. Несмотря на то, что он пройдет там в 2020 году, в муниципалитете хотят быть готовыми во всеоружии. Уже запланирована постройка уросы и прилегающих тюсилги организаций и предприятий района. Тему продолжит Елена Фаст. Последние дни перед праздником определяют не столько уходящий, сколько грядущий год и его события. Один из важных этапов подготовка к году Хуаланхо. Решением главы республики 2020 год станет вдвойне юбилейной датой для ликминчан. На сегодня определен ландшафтный план в местности, где будут проходить все мероприятия. Для полной картины была проведена жеребьевка сертификатов, определяющих место тюсилги для организаций и предприятий района. Естественно, эти объекты должны быть построены силами самих предприятий. Поэтому, чтобы заранее подготовиться, мы провели сегодня жеребьевку по определенному месту строительства учреждений. Номер 7. Номер 7. Дед Мороз и Снегурочка помогли определить место каждой организации. Загадочный номер 13 выпал Таймуразу Тегишвили, директор филиала ГУП ЖКХ. С предрассудками он не согласен. Нас трудности никогда не пугали. Будем надеяться, что эта цифра, наоборот, ознаменует новый рубеж в развитии нашего филиала в Алёкминском районе. И это будет строительство уросы нашего филиала на ССХОНХО. Будет новым витком развития. В скором времени предстоит работа. Ну а пока немного зимнего новогоднего настроения. Какую ель выбрать, искусственную или натуральную? С такой проблемой сталкиваются предновогодние дни все жители страны. Что необходимо сделать, чтобы дом украсила лесная красавица? Сколько стоит ее искусственная копия в магазинах? Можно ли изготовить главный символ Нового года своими руками? На эти вопросы ответят наши коллеги. Надо их дугу искать. Надо идти ко мне! Видеооператор нашего телеканала Артур Голиков решил, его семья этот Новый год будет встречать не с искусственной, а с натуральной елкой. Вооружившись пилой, вместе с сыном он отправился в лес. Час хождения по сугробам и вот она, зеленая красавица. Раньше не было искусственных елок. Если и были, они были не очень такие красивые, так сказать. И поэтому решил сыну показать, что раньше ходили в лес, искали, как сегодня. Кое-как нашли сугробы. Тяжело. Но чтобы в новогодние праздники ваш дом мог наполниться ароматом настоящей ели, нельзя просто так срубить ее. Чтобы не стать браконьером, вначале нужно оплатить госпошлину и заключить договор с лесничеством. Процедура не быстрая, но обязательная. Для этого нужно написать заявление на имя главного лесничьего Мирницкого района, а потом получаете реквизиты, заключаете договор. Суммы госпошлин на вырубку живой ели небольшие. Тем же, кому не хочется искать среди сугробов натуральную елку, придется раскошелиться. Ведь искусственный символ Нового года в магазинах сегодня стоит недешево. А если вы хотите сэкономить, то новогоднюю красавицу можно сделать и своими руками. Этому могут научить на мастер-классах. Я сначала это нарисовала, потом зашила вот здесь и вот здесь стала набивать. Какую елку выбрать, искусственную или натуральную, каждый выбирает сам. Но девочки, участницы сегодняшнего мастер-класса считают, что именно вот такая вот мягкая игрушка, елочка, станет лучшим украшением в празднике. Мария Урцева, Артур Голиков, телеканал «Алмазный край». К этому часу у нас все. В 20.44 мы расскажем о главных событиях уходящего дня. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин